всем привет вы на канале позитивный огород сегодня мы делаем пирожки ставим тесто для пирожков захотели спечь пирожки с зеленым луком и яйцом так вот просеяли муку здесь муки примерно 350 грамм где-то чуть больше двух с половиной стаканов высыпаем в муку дрожжи быстродействующие пакетик пакетик здесь 7 грамм 7 грамм вот такой большой стакан молока взбиваем сюда два яйца маленьких нас маленькие добавляем сюда столовую ложку сахара и чайную ложку соли и все перемешиваем если муки нам будет мало мы еще добавим добавить сейчас все хорошо перемешали добавляем сюда растительную ложку и ой ложку растительного масла муки нам конечно миловато мы сейчас еще добавим после сейчас мясо перемешаем одну ложечку столовую ложку перемешиваем и будем добавлять еще не хватило на глаз и чтобы было тесто мягкое эластичное мы под конец добавляем еще где-то пол столовой ложки растительного масла чтобы его хорошо вымешивать и уже вымешиваем руками ну вот мы замесили тесто муки у нас ушло не 300 400 грамм и ставим его на расстойку ну примерно где-то она у нас частная она постоит поднимется и будем потом раскатывать пирожки и так мы готовим начинку сорвали лука укропа и нарезаем укроп с луком как можно мельче и так мы порезали лук сейчас будем резать сюда яйца яйца у нас мелкие так это получается два четыре шесть семьи яичком режем на две части потом еще на две части вот так меленько мы нарезаем чтобы они не были большими кусками и так чтоб у нас лук был помягче мы его солим чайная ложечка где-то солим и маленькой толкушкой мы его приминаем чтобы он был помягче и он тогда ароматный такой становится дает насыщенный сейчас мы добавляем в лук нарезанные яйца и и чтобы наша смесь была не рассыпалась чтобы хорошо ложилась на пирожок мы добавляем и примерно полторы ложки сметаны все перемешиваем и все перемешиваем получается у нас вот такая начинка она и не сухая такая в меру хорошая начинка получается ну вот подошло наше тесто вот так оно подошло такое прекрасное получилось тесто сверху чуть чуть подсохло даже сверху так сейчас мы наливаем на стол подсолнечное масло и будем формировать горшки вот такие шарики такие шарики такие шарики формируем и потом в эти шарики будем укладывать нашу начинку делаем небольшие шарики чтобы они не сильно тесто толстое было ну вот мы накатали с этого теста 25 у нас получилось заготовок в колобочках таких мы его вот так тесто растягиваем так растягиваем и ложим на него начиночку целую ложечку затем прищипываем ложим на как бы больше начинки прищипываем вот так вот у нас готовый пирожочек получается мы его потом зажариваем в масле сейчас делаем все потом начнем зажаривать так тесто получилось тоненькое и стол маслом помазали он такой липкий ну тесто на нем хорошо скользит так формируем оставшиеся все пирожки вот налепили мы пирожков сейчас их будем поджаривать все первый у нас пошел пирожок начал зажаривать следом ложим старинное налили подсолнечное масло так укладываем так как у нас начинка готовая пирожки пекутся очень быстро тесто тонкое оно быстро прожаривается а начинка внутри готовая яйца с луком пирожки уже почти готовы через минутку мы их будем вытаскивать вот такие у нас получились пирожки получились они очень мягкие сочные в них много столько мы добавили начинки такие вот получились вкусненькие ну и все всем кому понравилось наше видео подписывайтесь на наш канал делитесь этим видео с друзьями и заходите почаще в гости всем пока пока такие вкусненькие пирожки и